Я иногда записываюсь и что-то интересное, а так вот, знаете, вот это гавканье мне неинтересно. Да и, честно говоря, все говорят в основном одно и то же, тоже неинтересно, если, как говорится, ну, разговор получается. Я с удовольствием, как говорится, послушаю чье-то не только мнение, но доводы. Мне, честно говоря, больше всего интересны доводы. Ну, понятно, конечно, я тоже ради этого сюда пришел. Понять, с какими доводами вы пришли убивать на сына? Убивать? Ну, никто же не пришел именно убивать. Не пришел в правительстве вашем, не пришел убивать. А в реалиях русские солдаты пришли чисто убивать и грабить. Ну, подождите секундочку. Я, вот, допустим, если, знаете, есть такое понятие, как говорится, jump in your shoes, то есть, это самое, прыгнуть в ваши ботинки, да? Ну, это американцы, часто говорят. Верно, да. Вот, и это самое, я могу представить, ну, говорится, себя примерно в ваших ботинках, так, что, да, зашли какие-то русские, вот, и там гибнут люди. Но ведь это же от чего-то? Это же не просто так, вот, как у вас в Украине берут и говорят, что там, типа, Путин с ума сошел, или там, это захват земель и так дальше, и так дальше. Почему никто у вас не задумывается, от чего это взялось? Вот, одно непонятно. Почему? Ну, по-моему, мое личное мнение интересно. Да. Потому что вашему Путину не хватает места в истории, он хочет попасть в историю. Ну, это же какое-то глупое объяснение. Это не глупое объяснение, это мое личное мнение. То есть, вы хотите сказать, вот, этот самый, вот, ему что-то не хватает, поэтому и Майдана не было, да, и никто вот всю эту бандеровщину не выращивал в Украине, и не было Великой Отечественной войны, и предков у нас не было, да? Нет, Великой Отечественной войны была. Так. Никаких у нас тут на нацистов не было и нет. Да ладно? Ну, блядь, зуб даю. Ну, ладно, вы не видали. А дальше? Как выглядят нацисты, вот, если я разговариваю украинской мовы с продавщицей... Да ради бога. Я нацист, конечно. А как вы отличаете нацистов от не нацистов? Понимаете, когда правительство, а именно только правительство, да, переименовывает улицы, берут и переименовывают в Киеве улицу, московскую улицу Степана Бандеры, это уже конкретнейшее доказательство, что в правительстве предатели Украины, они предали все то, что нас объединяло, все то, что мы с вами помним, Великую Отечественную войну, героев Великой Отечественной войны. Подождите, мы же разговаривали, героев Украины, понимаете? Всех тех, кто воевал против фашизма. И только это уже должно было, как говорится, насторожить нормальных людей, сказать, что чухня какая-то, ерунда. Но это уже не произошло? Нет, конечно нет. Ну, вот видите. А почему у вас ничего не произошло, когда переименовали обратно Ленинград в Санкт-Петербург? Вы не прыгайте с одного в другое. Вы предали Советский Союз, за который сейчас воюете. Я с вами даже согласен. Я, во-первых, не предал Советский Союз. Но я тогда, когда разваливали Советский Союз, не понимал, так же, как и вы сейчас, почему-то не понимаете, от чего это взялось первое раз. И второе, к чему это приведет. Но у нас в истории это уже было. Это вот, как говорится, еще вчера было. И, казалось бы, украинцы, тем более, должны были бы, подождите, я договорю, глянуть на то, что было в 91-м году и сказать, ё-моё, опять тот же сценарий, только теперь с нашей Украиной. Нахрен надо? Но никто же этого не сказал? Вот именно, вот именно. Никто этого не сказал. Потому что, в отличие от вас в 91-м году, мы понимаем, с чего это пришло и к чему это все приведет. С чего это пришло? Ну, давайте, объясните мне. Пришло это все с оккупацией Украины и Польши в 39-м году. Офигеть. Да. Ну, классно вам втолковали. А вот теперь хотя бы подумайте. Подождите мое мнение. Подождите. Нам про 39-й год вообще ничего не говорят по телевизору. Но я, насколько я учил школу. А при чем тут 39-й год? Скажите, а 45-й был после 39-го? А при том, что в 39-м году, что войска СС, что Советский Союз были одинаковыми оккупантами как для УНР, так и для Польши. Так, понятно. Абсолютно одинаковые. Да кто от этого пострадал? Польша? Все те оккупанты. Подождите. Кто от этого пострадал? Польша или Украина? В 39-м году кто от этого пострадал? И Польша, и Украина. А как Украина-то пострадала в 39-м году, если ей присоединили польские земли? Как Украина могла пострадать, если Украине присоединили охереть сколько земель? Вся западная Украина. как пострадала такого не было тридцать девятом году такого не было не было никаких земель да вы чё у вас вам объяснили а кто украинская народная республика это закарпатия львов житомир там вот эти западные страны уже в советском союзе присоединили и донбасс и крым и все вот эти дела но оккупантами вы были в тридцать девятом году для у н.р. и для польши однократно когда у н.р. то конечно а на хрена нам у н.р. если это был советский союз не должно а все-таки скатился на матики да все-таки не смогла делать человеком остаться в вам до этого никакого дела быть не должно было если вы не справа и силы остальные годы вот видите вот пока вот эта свинячая логика у вас присутствует вы ни хрена не поймете поэтому в общем то так оно и получается так и будет под назвал бабушки отморозить и себе уши сразу же могу сказать ну молодцы панты вы будет ну так что расскажешь а вы спросите я вам чуть расскажу как думаешь что подорвал а эти потоки газовые тот кому это выгодно может быть не невыгодно может кого-то понты смотри чем вы дощать войны этой в россии с украины а кому выгодно эта война ну и расскажите украине выгодно эта война украине конечно нет нет россии выгодно эта война тоже нет наверно почему нет вы вроде бы выглядите нормальным человеком россия тратит кучу средств кучу не как говорится живой как говорится силы до кучу ресурсов в то время когда это все могло могло бы потратиться на развитие россии на хрена это надо россии россия уже где-то от развала советского союза где-то 11 или 12 воин вроде в очках человек и что ну а каких вой а какие войны сделала россия защищаясь нужно сделал она участвовала в защите а что это разве разве не защита понятно вы чародей к сатанистка сатанистка ужас какой можете так раз и чтоб волосы загорелись и это самое пошел вот так вот то есть материтесь понятно явно что сатанистка ничего святого у вас нету мат перемат да и довольны этим да ну не знаю зачем тогда бы а зачем быть симпатично если вы материтесь а зачем быть долбом да не говорите от высказанного ли от чувствуется в вас образование кока-кола в голове и блин полин молодежь то пошла тебе тяжело бить тяжело да а что тебе тяжело кушке нет когда вы сдохните все россияне мне просто это так тяжело на душе я думаю только вас вижу и мне прям такое аппетит пропадает иду психологу психолог говорит это не получается потому что пока не сдохнут это не вылечится вот я смотрю на тебя и думаю господи тебе уже пенсионный фонд иди уже помирай заказывать себе гробовой ящик и там ложись и все ну так ай ну думал поговорим культурно человек попался вот с такой рожей думал ну наверняка там умища дофига дофига там но не умища мать вишневского в данном варианте не уже точно не поможет неважно сколько слоев да и кастрюль а где так кстати я даже не знаю где такую кастрюлю то найти можно на такую рожу но ведро в принципе можно натянуть согласен да посмотрел да конечно все говорю да лучше говорят нормально все будет где ну где в украине конечно нормально так или иначе освободят украину от фашистского гнета какие во время великой отечественной но слушай ну ты смешные вещи рассказывать на есть смешные вещи то знаешь знаешь почему нет не знаю почему вот вы уже обсираетесь который раз раз наверно что взяты рассказывать на и чем хочу рассказывать не рассказываю возьмем с тобой на примере ферсон что там не так ваши оттуда ушли куда они ушли нет еще не ушли ушли и уже официально сказали уходим да ладно и чуваши зашли а чё тогда ваши не зашли тогда еще время пару дней ну хорошо ну если увижу то конечно очень просто это блять позор такой ну блять пиздец а че ты материшься спокойно молодой человек чем бы сказать больше нечего отнимать но это позор просто хочу ничего позорного не вижу да ладно ну да все нормально зачем вы туда заходили раз вы уходите а ты понимаешь какая штука когда обычно какая-то армия наступает она обычно теряет больше говорится средств сил и живой как говорится силы на данный момент идет вышибание прямом смысле слова как говорится украинских вот националистов которые особенно активны вот как говорится когда даже добьем вот как говорится когда до вышибаем особенно активных майданутых вот тогда пойдем вглубь это мое мнение и она так я не буду сильно распространяться не люблю говорится говорить про такие всякие военные штучки потому что потому что рано об этом говорить да и честно говоря это немножко неправильно в нынешнее время поэтому если вы заметили я стараюсь немножечко держаться такой позиции когда не стоит лишний раз сотрясать воздух по поводу того что происходит именно на фронтах для этого есть другие люди нафига мне им мешать идем дальше распространяться фсб нет еще и такие как да да вы продолжайте догадываться больше нет никаких вообще предположений а слыхали таком отделе как gto не и мое давать гто первый отдел шоу тебя грозит ну как минимум не знаю ну в бег с препятствиями в мешках как минимум контакт на хуй с каким-то лотерли бреда раз и речи ты к 4 не показывай себя таким люди на тебя смотрят люди в курсе давай кинуть его и говори давай без этого без матов спокойненько давай поговорим интеллектуально давай конечно я шаги-то начал интеллектуальностом ну по судя по виду конечно тем более интеллектуально подрывать очки и микрофон джемсов ну ладно давай поговорим серьезно давай нормально о чем будем говорить пляж поудобнее ноги на ширине плеч уже если для тебя удобства это когда боги души плечи то и деревьев не сказал закинь до плечи я сказал ноги на ширине плечи вдохнуть выдохни ну ты давай это подростка себя выключай давай поговорить поговорить будешь нормально сможешь что ты сразу съезжаешь о чем будем говорить о джеймс бонди а джеймс бонди хорошо так в чем и чё с ним не так или или в украину джеймс бонда прислали в помощь украине сразу украина блять вот чё ты такой долбопыт сразу они отдавали что я тебе говорил не матерись ты продолжаешь материться вот скажем зачем тебя воспитали таким быдлом а чё быдлом ну потому что если материшься тем более мат через мат ты разговариваешь со старшим человеком я с тобой с младшим человеком ни одного мата не себе не позволил сказать разговариваю с тобой на вы оказывается давай поговорим нормально и так давай о чем вы хотите поговорить ни о чем я хочу поговорить ни о чем ну ладно как дела в украине хорошо вижу вас сразу за украину сука хорошо давайте это самое поговорим о чем или другом о чем о чем вот вы как молодой человек какая расслабил и давайте поговорим россии давайте поговорим о россии что на серрисы от россии я вам расскажу как вы все дела о все лучше и лучше не поверить сартам лет можно а прежде сас мне много лет я я возраста вашего папы почему вы стесняетесь этом сказать я же сказал россии будем вы же сами предложили давайте поговорим о россии и переключились на меня вы даже на одной линии оставаться не можете понимаете на одной теме все что вы можете это перепрыгивать как блоха собаки на собаку вам так проще давай потому что ни одну тему вы поддержать не можете разговаривать давай 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 россии а россии давать хорошо как вам живется вашем уже прожженном возрасте в в режиме диктатуры в режиме рабство да ладно это где такое а в как а а где такое в россии сервер подожди подождите рабство а в чем выражается араб в том что вами управляет государству чтобы а вами государство управляет скажите мне какой-то не хоть одно государство которое управляет умный взрослый блоха почему перекрыгом у нас мы про россию говорим я же не в россии живу вы блоха почему и пересука перепрыгиваете молодой человек молодой человек успокойся 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 все нормально в россии успокойся господи боже мой откуда же вы такие беретесь успокойся так что все или поговорим о россии что вас так бесит что в россии все хорошо то а естественно вас и должно бесить что в россии все хорошо вот ты ржешь потому что смех то без причины это что за признак это раз а во вторых вы действительно чего можете еще вы только можете поржать и паскалится а в россии действительно все хорошо прикинь это я тебе говорю как человек который 30 лет в америке прожил который самый из лас-вегаса и штата невады понимаешь это я тебе говорю человек которому есть чем сравнить нормально все в россии и становится все лучше и лучше а так как вы просрали свою украину вот вы и ржете где надо и не надо и флаг вам в руки украинский надеюсь недолго он будет развиваться над вами